В уходящем году в мире произошло 15 природных катастроф, ущерб от семей из которых оценивается более чем в 10 миллиардов долларов. Таковы данные специалисту Международной гуманитарной организации Christian 8, оказывающей содействие жертвам стихийных бедствий. При подсчетах потерь учитывались страховые выплаты, другие прямые компенсации пострадавшим и компаниям. Рейтинг разрушительных природных катаклизмов уходящего года возглавили лесные пожары в США. Ущерб в 25 миллиардов долларов они нанесли американскому штату Калифорния в октябре-ноябре. На второй позиции 15-миллиардные потери от обрушившегося в октябре на Японию тайфуна Хагибис. При этом, если к ним прибавить размеры ущерба нанесенного стране в сентябре тайфуном Факсай, то сумма достигнет 25 миллиардов. Третья строчка у наводнения на Среднем Западе США, которое было с марта по июнь. Ущерб от него оценивается в 12,5 миллиардов долларов. На четвертом месте Китай. Потери от летнего наводнения достигли 12 миллиардов. Пятерку замыкает ураган Дориан, обрушившийся в сентябре на Северную Америку. Разрушения от него оцениваются в 11,5 миллиардов. Больше всего людей около 2000 погибли от наводнений на севере Индии. В целом, 2019-е стало одним из самых неспокойных с точки зрения природных катаклизмов. К чему готовится в 2020-м, прогнозирует координатор программы климата и энергетика фонда дикой природы Алексей Кокорин. Большое число опасных метеорологических явлений – это общая мировая тенденция. Характерно и для России тоже. За 20 лет последних их стало в два раза больше примерно. Другое дело, что мы так расположены на земном шае, в такой природной зоне, что у нас нету таких тайфунов. Хотя наводнения у нас тоже очень сильные в той же Сибири. И лесные пожары у нас тоже очень большие. Когда составляет притинг, очень часто используются данные страховых компаний. И это сильно зависит от того, застрахованного или не застрахована тайная недвижимость. Поэтому очень часто на первых строчках появляются США, Япония. А какие-то страны типа Индии или где-то Африка или Латинская Америка, они отползают ниже. Но это только потому, что у них со страховками гораздо хуже. Тенденция же как раз обратная. Последние доклады межправительской группы экспертов по изменению климата говорят, что слабые и уязвимые страны будут более уязвимы, больше ущерб. Уже сейчас они испытывают и будут испытывать их в дальнейшем. А такие страны, как США и та же Япония, Китай и Россия меньше еще. Причем особенно малые островные государства уже просто обречены на то, что их не будет. Говорить о 20-м годе было бы неправильно. Надо говорить, что будет в 20-х годах. То есть климат это физическая погода. В 20-х годах, скорее всего, нас ждет еще большее количество опасных явлений. Причем предсказать это заблаговременно практически невозможно. Ну а каких-то явлений, которые бы нас явно грозило в начале 20-го года, их пока нет. Оно так или иначе развивается, но не сильно. Алексей Кокурин. Ранее британская организация Мэтт-Офис заявила, что грядущий год станет одним из самых жарких в истории. Согласно ее исследованиям, курс на глобальное потепление сохранится. Средняя температура, вероятно, вновь поднимется. Более чем на градус выше до индустриального уровня. Главным фактором, вызывающим потепление, называют выбросы прониковых газов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова